Здравствуйте. Здравствуйте. Я Виктор. Константин. Откуда вы, Константин? Что? Откуда вы, Константин? В Холонической области. А вы? Я живу в Испании, в городе Пальма-де-Майорко. Интересно. Как там? Шикарно. Всегда мечтал жить без зима и в теплое море. Давно живете там? Четвертый год. Че успели повидать? Да, в Европу все объехал. Стараемся как-то 3-4 раза в год выбираться. А сейчас в Испании решили остановиться? Не-не, я вот в Испании я, как объяснить, я несколько лет назад, до переезда, выбирал место, где мне будет комфортно. Переехал в Испанию, а с Испанией уже по мере возможности стараемся посмотреть в остальную Европу. Тут все в пределах 2-3 часов лета. 15-20, да, и ты прилетел. Хочешь Вену, хочешь Прагу, хочешь Берлин, но без проблем. Европа же открытая. Ну, то есть, если у тебя есть вид на жительство одной из 27 стран, пожалуйста. Берешь билет и едешь куда угодно. Впечатлений масса, да? Ну, да, конечно. Цивилизация, одним словом. Ну, если так разбираться. В 21 век люди уже давным-давно прекрасно поняли, что лучше дружить, торговать и вместе расти детей, чем воевать. Не находите? Да, конечно. Вот, поэтому с грустью огромную смотрю на происходящее сейчас на землях Восточной Европы. Ваше отношение к этому какое? Отрицательное, конечно. А если завтра, не дай бог, повестка придет, что будете делать? В смысле? Вводим. Ну, как? Руки в ноги в целом. Для российской системы советской в целом там, вон, я смотрю. Все прокатит. Что-что? Все прокатит. Ну, а если не прокатит? Что будете делать? Даже думать не хотелось бы. Как бы это? Ну... Мне это точно не нужно. Ну, да, правильно. Потому что страна начала заниматься обыкновенным фашизмом в 21 веке. Кажется, мне так. А у вас там как? Давайте лучше о хорошей жизни поговорим. Да все нормально. Ну что, как? Ну, люди создают жизнь для, ну, комфортную, да, для следующих поколений. Заботятся о стариках, развивают инфраструктуру, образование, медицину. Ну, в январе вот ниже всего 16 градусов, ниже не бывает. Ну, комфортная зима. Вот сейчас температура в море 24 градуса. Закладка. И не воняет ненавистью в обществе. В отличие от России. А так люди дружелюбные. Висло что-то. от висло. Да. Вроде от висло. Вроде от висло. Так люди очень дружелюбные. Вот. слышно со звуком пока вот восстанавливается картинка восстановила сейчас звук восстанавливается говорю этот воздухе не воняет ненависть люди безумно дрожжи нет вот этой токсичности вообще и тут если человек умеет что-то делать руками или головой он одинаково уважаем в обществе рабочая профессия как правило даже побольше заработать какие-то условно а так вообще на работе как все выглядит нет такого вот как у нас вот давление какого-то вот постоянно какого-то как дедовщина какая-то я работаю в международной компании приходишь на работу и все прям удовольствие здесь в целом жизнь в удовольствие потому что здесь ну безопасно комфортно развита инсраструктуру радость люди радуются жизнь не не учат там не рассказывать надо тех ненавидеть или те наши враги или вот это не думает о том что нужно с кем-то воевать потому словно говоря не не нету испании такого что французы уроды там или немцы уроды или итальянцы уроды как вот в россии россия же у нас всю жизнь живище какого-то внешнего врага у нас то сирийцы хуёвые то грузины херовые хохлы такие то прибалты для фидорасы то еще кто-то сами сидим в говне и другим мешаем жить а здесь люди уже давным-давно поняли что ну будущее в торговле в образовании в строительстве в чем-то вот ну в целом поэтому поэтому вот наверное и считается западная европа развитой страной развитой территории в отличие от стран третьего мира или развивающихся стран в целом так а праздники как там проводятся на улице устраивать весело весело вот сегодня хеллоуин ночь весь город везде все в целом ну то есть в европе тоже хэллоуин есть да да конечно так это и принципе католиков пришел вообще он ну это законодатели ирландцы которые приехали в штаты вот он прижился в штатах и в европе хэллоуин в россии сколько празднует последние лет двадцать здесь его празднуют уже лет сто наверное и как празднуется в испании ну весело весело наряжается все все бары все заведение завтра вообще вот завтра ну первое число то есть ночь сегодня же ночи всех типа как нечисти да завтра день всех святых он вообще выходной в испании завтра мы не работаем завтра вся страна будет дома отсыпаться отдыхать сегодня всю ночь будет правда испанцы вообще любят погулять ну то есть весело отпраздновать но любой праздник очень для них это прям дома вот так под хэллоуин украшаете решается украшать но дома наверное как-то ну не знаю у меня я нет например кто-то украшает в основном заведения торговые центры кафешки дома люди работают будни как мир мне кажется ну кого дети может для детей украшают знаете как у нас елку ставят когда маленькие дети дома доставят а когда их нету вроде как самому падла и оставить дома сидите вас там так сейчас интересным прошлись бы поглядели где что как украсили бы везде что-то проводится какие-то вот проводят мероприятия да но я не этот я это не мой праздник я считаю что ну я православный там крещен в моем детском праздника не было я как бы и в детстве слышал нет ничего конечно такого не будет давно только сколько вам 33 ну видите мне 40 я не было 10 как советский союз распался чем можно то есть хэллоуин начали праздновать я уже наверное в университете учился кажется а то а то может и закончил поэтому как-то его не считаю своим праздником ну так вот к испанским уже привыкаю понемногу за три года уже привыкли вот там там сан-хуан например это как вот ивана купала здесь по на 13 14 дней раньше ну то есть как у нас все сдвинуто католиков с православными да то есть ирочистош 25 декабря день секс то есть ну день ивана спала здесь празднице фейерверки салюты красочные карнавальные шоу вообще очень бомбически смотрится вот мы там ходили с огромным удовольствием голова устала вот от фейерверка часа четыре это все стреляет без прорезы на как ну рождество вот рождество все все праздную на улицах выходят ну то есть они сидят дома потом выходят вечером то есть но это такой как праздник кассе семьи там выходишь это попить глинтвейна то есть по набережной прогуляться то есть ну с друзьями встретиться то есть какие ярмарки как такие рождественские вот ну очень красиво смотрится такие как в америке есть там типа вот день барбекю там день матрики не это все есть на это все больше тут свои больше традиционные есть тут там ну испанские свои испании это что же в прошлом империи просто вставшая на путь нормального развития скажем так здесь свои как бы там летних куча всего америка все-таки это протестантская религия а здесь католики поэтому немножко различия есть а в барах как в барах в плане ну если фильмы некоторые это показывают там и танцуют прямо в барах какие-то у них прям в кухо собираются там да есть такое все конечно здесь вообще люди любят потанцевать но при этом если кто-то идет бухой значит русский ну вот как то так здесь испанцы не пьют крепкий алкоголь но во-первых жарко вот сейчас у нас плюс 30 пиво или вино и поэтому ну и нету цели набухаться есть цель типа выпить чтобы было хорошее настроение чтобы там танцевать петь и все ну и народ в целом очень веселый на пляжах очень много всяких тусовок происходит сейчас вода 24 градусов практически 1 ноября если не будет штормов то теплая вода продержится к первому декабря а потом уже где-то вот в марте она снова начинает нагреваться сушку минусу ну да у нас самое холодное это плюс 16 ну в январе вот то есть ты просыпаешься там ну 8 10 ночи выходишь легеньком-легеньком ну или пиджаке или курточки а уже 10 11 утра плюс 16 плюс 18 все уже снимаешь это все идешь в футболки там или рубашки это как основной праздник также рождество или новый год рождество рождество отмечается как в этом году или следует 25 декабря в этом году до ночь рождественская двадцать четвертого а само рождество до 25 ну и соответственно вся европа в принципе правда так вот самые дорогие билеты у меня сын германии учится поэтому на эти дни билеты космические деньги стоят поступка 150 евро то есть если в обычный день я ему с берлина могу на майорку взять билет за 15 евро это в рождество в 10 раз дороже ну там плюс минус 22-го ценники резко возрастает где-то а уже там 3 4 января уже опять отпускают а что-то типа дня города есть там конечно есть вот и вот был день испании 12 сейчас скажу до 12 октября потом день майорки день день пальмы это у нас 31 декабря 2229 году майорка стала испанкой 31 декабря поэтому это день типа как день освобождения но тарабов ну-ка в каждом регионе свое каждом регионе свои праздники то есть ну праздников больше чем ну там на территории постсоветских стран в целом но они не празднуют так как наши в говно набухаться там для них это больше выйти на улицу потанцевать но встретиться с друзьями погулять это посидеть духовно да в воскресенье например в газ зачастую хлеба даже не купишь воскресенье не работает ничего в испании ну работают лавки которые держат иностранцы то есть вот супермаркеты огромные там торговые центры ничего не работают что это считается день семьи это день когда люди там ходят своим родителям или там или там встречается бабушки с внуками или с друзьями ну то есть это такой день день для для близких скажем целом едут на куда-то там загород там на барбекю или там ну где-то вина попить посидеть в горах или там на пляже кто-то куда то есть вот поэтому субботу мы покупаем с расчета того что воскресенье даже хлеб ни день не купишь не ну и найти можно но как бы в ближайшем в ближайшем магазине будет загородить то есть это какие-то небольшие магазинчики где которые там держат иностранцы которые воскресенье готовы работать хлеба печь взять можно на мимо ну да можно в принципе да как а занятие для семьи мы предпочитаем тоже воскресенье отдыхать семьей а там чё просто засыпать муки там ну зачем тут тут кстати хлеб очень вкусный ну именно магазина которая продает очень безумно я никак не наемся по сравнению вот уже четвертый год и по сравнению с с нашим хлебом он вообще безумно вкусный а бывает томатный луковый хлеб да есть как угодно выпечка и я думаю здесь у них с утра они кушают хлеб с оливковым маслом с помидоркой с оливкой ну то есть в целом здоровый образ жизни ведут испанцы сама нация вышла на первое место по продолжительности жизни восемьдесят шесть лет даже японцев обошли поэтому как-то так бабушки с дедушками в рестораны ходят несколько раз в неделю что позволяет пенсия класс вообще надо да и в целом общество ты умеешь что-то делать руками ну к примеру не обязательно кого он приехал ты не пропадешь а какие-то вот общественные образования какие-то вот клубы может быть ой да такие между людьми там да их миллионы здесь здесь есть прям целые ну сайты ты там себе ну условно там бяжешь ты вышиваешь крестиком пожалуйста играешь футбол пожалуйста все то есть здесь в принципе все построено на том чтобы люди ну как бы вот социальную жизнь или такую что угодно есть есть любые вот я там мы приехали мы через полгода уже ну просто настолько много всего что времени было бы больше в сутках наверное успевали больше постоянно где-нибудь тусуемся постоянно что нибудь с кем-то встречаемся общаемся делаем что занимаемся спортом все вот здесь люди вот ну нация целом спортом занимаемся я бегаю по вечерам своих 5 километров вот ну людей бегает миллионы на велосипедах дети развиваются везде приезжаешь в самую захудалую деревню бассейн 50 метровый детям теннисные корты с тренерами футбольные поля все же величины там типа мюз стинг кристина гилера ну и там еще там три десятка да 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 это было вот ну на open спортом как на улице а плюс постоянно какие-то концерты выставки перфом постоянно ну здесь ну здесь пятница суббота воскресенье ты просто выбираешь куда бы сходить ну не просто думаешь как вопроса и два-три предбивать два-три предложения такие заманчившие туда хочется и туда хочется поэтому я говорю общество развивается и общество культуру кладут они в войну поэтому здесь вопросовского нет тут просто прекрасная страна чтобы расти детей ну и самому кайфовать языки главное знать еще на испанский испанский английский так вообще шикарно но я испанский выучил за год до переезда сам без без репетиторов без ничего просто дом домашних условий кто учит испанский могут потом это легко и на итальянский перейти португальский португальский итальянский они похожи как русский с белорусским с украинским примерно одна и та же группа то есть объясниться ты объяснишься что не все прям дословно поймешь но но объясниться объяснишься человеком да в целом испанский очень простой язык у меня английский сейчас университета а испанский уже уже учил в тридцать семь принципе целом такой податливый язык если ты можешь выдаешь команду шанти нужен довольно просто учить у меня ребенок мы переехали было шесть с половиной июля переехали в январе уже языковой барьере сейчас а в других странах чок я были то был много где был в германии во франции нидерландов норвегии швеции хорватия словения австрия чехия соединенные штаты америки канада а в америке где были в америке в юте штат юта я в магистратуру заканчивал ну я 11 месяцев учился жил там то есть я как бы своего диплома еще поехал уже уже к мне было мне уже было сколько в тридцать я в тридцать еще заканчивал магистратуру я бы все хотел бы в колорадо съездить посмотреть колорадо ну америка вы должны понимать что смотрите 50 штатов это 50 отдельных стран которые живут под одним флагом и одним динам абсолютно разные законы абсолютно разные уровни доходов абсолютно разные допустим вот бьюти ты ну там такие есть довольно странные законы например алкоголь там продается только в специально отведенных магазинах потому что в целом это дипа штат мормонов ну такой там то есть это на уровне местном то есть люди когда-то сами проголосовали дипа вот там приняли такой закон что дипа то есть алкоголь в обычных магазинах ну то есть в каждом своем каких-то штатах есть смертная карта каких-то нет каких-то недвижимость можно арендовать за тысячу долларов в месяц каких-то и затрихи ну не найдешь нормальную то есть в целом это вот оно такое нарядное покрывало которое что-то из лоскутков поэтому к сожалению у меня учеба была поэтому я по америке не как бы учиться нужно но я думаю что хотелось бы вернуться еще так вот например месяц попутешествовать по америке в канаде был в факси очень понравилось тоже на берегу ну прекрасная страна довольно скучно то есть это для любителей природы это для тех кто любит рыбалку осетра природу и леса зимы я не люблю зиму мне нравится когда января плюс 16 поэтому и вот и по этой же причине мне безумно понравились нидерланды безумно страна вообще страна как по мне вот норвегия нидерланды страны две страны которые уже живут в будущем но блять вот этот климат говняный какие-то видео видеоролики показывают технологии вот это как вот страна страны сумасшедшие страны настолько берегут природу там чтобы оставить детям настолько вот бережливо относятся в целом ко всему то есть сортируют мусор там везде чисто но блин вот это полгода говнистой погоды не мое я люблю когда 300 дней в году солнечных и когда сон ну когда тепло не люблю зиму поэтому ну в целом если человеку все равно в каком климате жить ну вот я всем рекомендую посмотреть на нидерланды и на норвегию сумасшедшие страны вот про колоссально сумасшедшие страны а где вот больше такой климат чтобы не слишком холодно и слишком жарко и как бы зима я не сказал что в нидерландах слишком холодно этом или слишком в том-то и дело что вот он вот это вот такой зимой в районе нуля летом плюс 25 то есть я люблю когда 30 35 и вода в море 20 25 30 вот чем суть нидерланды вот такой умеренный климат ну вот это небо висящее над головой ты прилетаешь туда вот и сразу ну так такие вот эти серые облака которые прям давят на голову я ну как бы я так ну такого состава ума человек я ну меня друзья живут прекрасно и кайфуют и говорят ты ничего не понимать мне нужно чтобы я просыпался было солнце там ну там свой шарм я не там были развита все там блин там тоже безумно классно безопасно опять чуть подвисла картинка к картинка вот восстанавливается там там она богаче она в этом плане на прикольно вообще в целом два раза в испании ну начал я не смотри ты все ты там несколько лет просто не делал ну там с рюкзаком как бы 5 лет ну пойду дешевый вот самый дешевый перелет и все не не отели ничего снимал комнаты через airbnb и смотрел на страну изнутри а вот по европе дорого путешествовать вот так вот есть абсолютно не дорого абсолютно как вот допустим россии соседнюю область до картинка у вас там там интересный вот был человек чет соединением